Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Из книги «Открытым оком. Тема война. Вопрос 1565». В письме блаженного митрополита Антония Храповицкого Высокопроисвященному Сергию Строгородскому есть строки. Кавычки открыты. «Вы забыли о существовании белых армий, занимавших большие территории, в пределах которых мы находились, организовав временное церковное управление и благословляя оружие, поднятое для освобождения Родины от мучителей». Кавычки закрыты. «Не за нарушение ли их слов Господа?» Матфея 26, 52. «Тогда говорит Ему Иисус, возврати меч Твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». «Постигали и постигает беды Русь, а священство за такое вот благословение и гибло, и гибнет. И как давно укоренился сей обычай благословлять оружие, вопреки недвусмысленным и ясным словам Господним». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Метрополит Антоний, как и бывший до него и народившийся после него, они все выходцы из той же воцерковленной среды и исчады по духу той православной традиции и тех же корней, соки которых текли и будут течь в них, потому что истинного, настоящего, по слову Божию, рождения они не имели. «Все, что они знали, было столь глубоко укоренившееся в них, что они за эту ограду и не взглянули до смертного часа, что есть, быть может, где-то прямая дорога ко Христу». «Сегодня Залинец вопят, а ведь эти Антонии и подвели к этой пропасти доверивших им казаков». Сталин же в сговоре с английскими масонами был лишь анпститель, взявший меч, и вывез казаков с их семьи в союз на истребление в ГУЛАГе. Пусть Антоний ответит, «Почему Бог так непреклонно и настойчиво побуждал Израиля согласиться с ним и идти в плен безропотно, и без войны открыть ворота столицы Халдея? И почему церковники так упорно были и тогда, и всегда, не желая подчиниться этому приказу и Еговы?» Иеремия, 38 глава, со 2 по 4 стих, и с 17 по 24 стих. «Так говорит Господь, «Кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и моровой язвы, а кто выйдет к Халдеям, будет жив, и душа его будет ему место добычи, и он останется жив. Так говорит Господь, «Непременно предан будет город сей в руки войска царя Вавилонского, и он возьмет его». Тогда князья сказали царю, «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствие желает народу всему, а бедствие». Тогда Иеремия сказал Седеке, «Так говорит Господь Бог Савов, Бог Израилев, «Если ты выйдешь к князям царя Вавилонского, то жива будет душа твоя, и этот город не будет сожжен огнем, и ты будешь жив, и дом твой. А если не выйдешь к князям царя Вавилонского, то этот город будет предан в руки Халдеев, и они сожгут его огнем, и ты не избежишь от руки их». И сказал царь Седеке Иеремии, «Я боюсь иудеев, которые перешли Халдеям, чтобы Халдеи не предали меня в руки их, и чтобы те не надругались надо мною». И сказал Иеремия, «Не предадут. Послушай глаза Господа в том, что я говорю тебе, и хорошо тебе будет, и жива будет душа твоя. А если ты не захочешь выйти, то вот слово, которое открыл мне Господь. Вот все жены, которые остались в доме царя Иудейского, отвердены будут князьям царя Вавилонского. И скажут они, «Тебя обольстили, и превозгнули друзья твои, но ноги твои погрузились в грязь, и они удалились от тебя. И всех жен твоих и детей твоих отведут Халдея, и ты не избежишь от руки их, но будешь взять рукою царя Вавилонского, и сделаешь то, что город тебе будешь сожжен огнем». И сказал Седеки Иеремия, «Никто не должен знать этих слов, и да ты не умрешь». И потом, какую кровавую похлебку им пришлось кушать долгие и страшные годы пленения. Иеремия 12, 10. «Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой. Любимый участок мой сделали пустую степью». «Это не просто история, а уроки для нас, для наших попов, чтобы не повторить трагедию Израиля». 1 Коринфянам, 10 глава, 6, 11 стих. «А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано вставление нам, достигшим последних веков». Луки 13, 13 глава, 3, 5 стих. «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все также погибнете». Это дикое лжеучение о пользовании оружием по образу Ветхого Завета вошло в церковь уже в первые века, почему против этой заразы были приняты каноны, отлучавшие от церкви тех, кто вновь возвращался на свою блюотину, сложив преждемирские военные чины». Василий Великий, 8 правило. «Находящиеся на войне идут на поражение супротивных с явным намерением не устрашить, не вразумить, но истребить их. И есть вольный убийца бросил так острое железо, что удар и от тяжести железа, и от остроты его, и от стремления через большое пространство выстрел в копках по необходимости надлежало быть смертельным. Есть вольное убийство. Это и никому, никакому сомнению не подлежит». Кавычки закрыты. «Убедение на брани отцы наши не вменяли за убийство, извиняя, как думается вне, поборникам целомудрия и благочестия. Но, может быть, добро было бы советовать, чтобы они, как имеющие нечистые руки, три года удержались от приобщения только святых тайн». Василий Великий, правило 13. Вальсамон из Анара согласно замечает, что предлагаемый Василием совет вообще не был употребляем в действии как по неудобству, так и по уважениям в начале его всего же правила, изложенным с носка под правилом. От кого неудобство? От того, что действия воинов несовместимы со званием христианина, а царю христолюбимому никак не обойтись без христолюбимого воинства? Неудобство от сравнения с учением Евангелия? А значит, и неуважительно будет ко всем, кто взбледет интересы отчизны, царя. Как же на три года отлучить от причастия их? А значит, и тех священников, которые были на войне, и тех, кто их послал, а значит, и царя. И по неуважению ко Христу, к Новому Завету и к Евангелии пусть уж воюют. А сейчас прилукавейшие попы придумали еще лучше. Если в правиле говорится, что ясно, что на войну идут убивать, на поражение супротивных с явным намерением не устрашить, не вразумить, но истребить их, то они и говорят, что сегодня воины идут не убивать, а идут соложата в армию, чтобы быть убитыми. Может быть, этой присказкой попы хотят показать, что в местах локальных воинов идет такое чудовищное предательство, что воевать и не с кем. Их просто привозят, убивают и потом привозят домой хоронить. И канонизируют этих лжежелторотных воинов радионовых. Христианская община первых веков до пятого века определенно признавала в лице своих руководителей, что христианам запрещено всякое убийство, а потому и убийство на войне. Так во втором веке перешедший в христианство философ Татиан считает убийство на войне так же недопустимым для христиан, как всякое убийство, а потому почетный воинский венок считает непристойным для христианина. В том же столетии Афиногор Афинский говорит, что христиане не только сами никогда не убивают, но и избегают присутствовать при убийствах. В третьем столетии Климент Александрийский противопоставляет языческим воинственным народам мирное племя христиан, но всего яснее выразил отвращение христиан к войне знаменитый оригин, прилагая христианам слова Исаии, что придет время, когда люди перекуют мечи на плуги, копья на серпы. Он совершенно определенно говорит, мы не поднимаем оружие не против какого народа, мы не учимся искусству воевать, ибо через Иисуса Христа мы сделали с детьми мира. Отвечая на обвинение цельцам христиан в том, что они уклоняются от военной службы, так, по мнению цельца, если только Римская империя сделается христианской, она погибнет. Ориген говорит, что христиане больше других сражаются за благо императора, сражаются за него добрыми делами, молитвой и добрым влиянием на людей. Что же касается борьбы оружием, то совершенно справедливо говорит Ориген, что христиане не сражаются вместе с императорскими войсками, и не пошли бы даже в том случае, если бы император их к этому принуждал. Также решительно высказывается и Тертуриан о невозможности христиане быть военным. Кавычки открытые. Не подобает служить знаку Христа и знаку дьявола. Кавычки закрытые. Говорит он про военную службу, крепости света и крепости тьмы. Не может одна душа служить двум господам. Да и как воевать без меча, который отнял сам господь. Неужели можно упражняться с мечом, когда господь сказал, что каждый взявшийся за меч от меча погибнет? И как будет участвовать в сражении сын мира? Безумствует мир во взаимном кровополитии. Говорит знаменитый Святой Киприян. И убийство считаемое преступлением, когда люди совершают его поодиночке и именуются добродетелью, если делаться в массе. Преступникам приобретает безнаказанность умножение ярости. В четвертом веке лактанций говорит тоже «Не должно быть никакого исключения в заповеди Божьем, чтобы убить человека всегда грех. Носить оружие недозволено, ибо их оружие только истина». Вот несколько житий святых. 7 ноября Иерон в царстве Геоклетиана, одного из лютейших гонителей христиан начала 4 века, он повелел записать войско всегодно к военной службе, мужей и юношей. Но Иерон отказался идти с ними, считая для христианина вредным иметь общение и служить вместе с долбоклонниками. Страница 136 «Ночью блаженному Иерону явился некто одетый в белой одежде и возвестил ему кротким и полной любви голосом «Спасение, Иерон, благовестую я тебе! Правым путем идешь ты, ты как идешь подвязаться за царя небесного и не за скорую гибнущую славу земную будешь ратовать». 21 апреля страница 314 «Мученик Феодор». Вместе с другими юношами был приведен я Феодор на военную службу призван. Военачальник положил на него, как и на остальных юношей воинский знак форму надел. Но святой Феодор немедленно сбросив его с себя сказав «Я знаменован очревом матери моей моим небесным царем Господом Иисусом Христом». «И не желая быть воином для другого царя и был казнен». 3 февраля Роман Углицкий «Не хотел сопротивляться Батыю». Страница 38 «Не сопротивляться бесплодно, а спасти город и жителей изведления покорности татарам». 19 августа Андрей Стратилат «Андрей был тысяченачальником полковником, от него уверовал 2593 воина. И когда они уходили от преследовавших их, то вошли в ущелье и ждали своих убийц. К ним обратился святой Андрей встречу. «Друзья, братья и дети мои, ныне время благоприятное, ныне день спасения. Будем единодушно твердо стоять любви Божьей, как повелел нам Господь, и не станем поднимать рук наших на преследовавших нас, но поднимем их к Богу с молитвой и благодарением за то, что Он дал нам дожить до сего времени, когда мы получим наследие со всеми святыми пострадавшими за Него. Итак, будем молиться Ему, как молился святой первомученик Стефан, когда Иудей побивал камнями, говоря, «Господи Иисусе Христе, прими душу рабов Твоих, которым мы предаем в руки Твои». Когда они так молились, их на стек селев со своими воинами, обнажив мечи и заскрежетав зубами, они, как звери, бросились на стадо Христова. Святые же и воины Христовы, хотя как храбрые и опытные в бою и могли бы защитить себя в этом тесном месте с одним только проходом от рук убийц, но, подражая Господу своему, как незлобивые ангции, отдались убийцам своим на заклание. Преклонив колено, они протянули шеи свои на заколение под мечи, и воин сливка без милосердия, посекая их, в короткое время всех перебили. Пострадали в воскресный день во втором часу дня, страница 236. И вот это известность из истории церкви. В честь отказников от службы нет поименованных храмов нигде и может статься, что и никогда не было. Отчего же так? Не потому ли, что и память их не торжественно отмечается, и народ об их житиях не знает ничего. И как бы и не было таких святых. Но бесчетное число раз повторяются только те подвиги тех святых, что выгодно трактовать для существующего строя. Даже явным безбожникам нравятся поступки те. И они в свои ордена вставляют образы этих воинственных поступавших не по-христиански. Вот почему безбожники постоянно массируют только один подвиг святого Сергия Радонеческа. Благословил на войну с татарами за независимость родины, дал двух инвуков на войну, хотя это и есть прямое нарушение канона церкви. «Епископ или пресвитер или диакон в воинском деле упражняющийся и хотящий удержать оба, то есть римское начальство и священническую должность, да будет извержен священного чина, ибо кесарю кесарю и богу богово». Апостол Апостольское правило 83 Учиненным единожды клеем и монахам определили мы не вступать ни в воинскую службу, ни в мирской чин, иначе дерзнувших на сие и не возвращаясь с раскаяния тому, что прежде избрал для Бога, предавать анафеме. Убийца 55 правило Василия Великого «Убийца есть и тот, кто нанес смертежный удар, хотя бы и не первый бил или онщал». Василий Великий 43 8 стих «Посему остается подвергнуть исследованию душевную силу раздражения, когда она, уклонившись от благого потребления и негодования, впадает в грех». Много бывает раздражения греховных дел и всякий зол. Но отцам нашим угодно было о иных из них не входить во многую подробность и не признали они требующим многого попечения врачеванию всех согрешений от раздражения происходящих. Писание возраняет не только легкую рану, но и всякое злоречие или хуление. Колосиным 3.8 и Фессианам 4.31 И все подобные от раздражения происходящие, но они только против злодеяния убийства, положили предохранение в эпитемиях. Разделяется же сие злодеяния по различию убийства вольного и невольного. Вольное убийство во-первых есть то, на которое с намерением дерзнул решившееся на сие самое злодеяние. да совершит онное. Во-вторых, и то полагается между вольными убийствами, когда кто сопротив борсти, бия и будучи бием, наносит рукой удар в некое опасное место, ибо единой яростью объятый и стремление гнева предавшихся во время страсти не приемлет в ум ничего могущего пресечь зло. Итак, убийство происходящее от сопротивоборства приписывается действию произвола, а не случаю. Невольное же убийство имеет известные признаки, когда кто имея в намерении нечто другое случайно учинить тяжкое зло. Из их вольное убийство требует троякого протяжения времени для тех, которые обращение врачуют произвольное преступление. Для них полагается три девятилетия с назначением по десяти лет на каждую степень покаяния. Кающийся да проведет девятилетнее время в совершенном отлучении с преграждением у входа в церковь. Столько же других лет да пребудет в степени слушающих, сподобляясь толком слушания учителей и писаний, в третьем же девятилетии да молится с припадающими в покаяние, посему да приступает к общению святых тайн. Явно же есть яко и за таковым тоже наблюдение иметь будет домостроительствующей церкви, но и по усмотрению обращения сократится для него продолжение эпитемии. Так что вместо девяти на каждую степень покаяния положится или восемь, или семь, или шесть, или только пять лет, если великостью покаяния упреждает он время и ревность в исправлении себя, превосходит тех, кое в продолжительное время менее деятельного очищает себя от сквер. Невольно же убийство признано достойным снисхождения, но не похвальным. Сие сказал я, табы явным сотворить, як, если кто, хотя невольно будет осквернен убийством, такого, как, уже соделавшись нечистым через нечистое дело, правило признало недостойность священнической благодати. Какое же время назначено для очищения просто блудах, столько же заблаго рассуждено положить и для невольных убийц, потом с рассмотрением и здесь расположение кающегося. Таким образом, если будет истинное обращение, то да не соблюдается число лет, но с сокращением времени доведется кающийся к возвращению в церковь и причастию святых тайн. Если же кто не исполнит времени покаяния определенного правилами отходит от жизни, то святых тайн, то человеколюбие отцов повелевает, да причаститься от святых тайн и до них без напустия отпущен будет водное последнее и дальнее странствие. Но если причастившись святых тайн снова возвратиться к жизни, дожидая от исполнения значительного времени, находясь на том степени, на котором был приезж данный ему по нужде приобщение. Григорий Низкий, 5 правило. А я говорю вам, не клянись вовсе. Никак. Клятва, присяга возбранена особенно на зло. Василий Великий, 29-е, 10-е, 17-е правило. А что есть на земле больше зло, как убийство? Если просто убить грех отлучающий на 27-е или 20-летние от церкви, то как убийство перестанет быть таковым, если тебя оденут в особую форму, пролепят сатанинский знак на лоб страшную звезду? Тогда иди убивай, забыв Бога. Или надо просить благословения патриарха на убийство тех, кто не звал меня к себе в страну. Для наведения порядка, беспорядка, по учению святого Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова и других великих учителей православной церкви выражения всегда запрещены Богом. И потому давать присягу клятву совершенно запрещено по Евангелии канону церкви и по святым отцам. И если все же дал ее, то в письменном виде откажись от нее у веров у Христа и принять святое крещение и все бывшее будет смыто кровью Христа. Что разве Антоний Хараповицкий не знал этих правил? Или он считал, что ему позволено их не признавать? Тогда для чего ему нужно было благословлять против болельщиков армии белых, как теперь видим? Это была совершенно пустая их акция. привезшая к исключительно тяжелым последствиям. Из-за этого его не канализировать нужно, а отлучать от церкви. отец. 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 отец.